всем здравствуйте проходить скорее у нас продолжение нашего разговора про питончик вот и сегодня пожалуй потихонечку будем выходить на такую плотность изложения который будет нас преследовать и в дальнейшем да нам мы помним что предыдущие лекции более или менее были такие немного про общеизвестные вот дальше будет несколько все усложняться особенно в том плане что всю документацию не перечтешь и поэтому какие-то вещи на лекции будут сказаны более или менее бегло вот но для того чтобы вы понимали что творится вообще в этом в этой части придется читать документацию это вообще нормально для изучения языка программирования читать по него в момент его звучания довольно много да не надейтесь что на лекциях будет все сказано от начала до конца ни в коем случае ну вот значит это я жду пока ночь народ рассядется на самом деле давно пора начинать у нас разговор пойдет про функции в общем в питоне больше не про что прежде чем значит пойдет разговор про функции давайте мы еще раз вспомним и это кстати очень показательно эта тема у нас возникала в чате относительно пространство имен вот про него мы тоже должны немножко вспомнить более того помните я жаловался на то что с некоторых пор вот эта оболочка к интерпретатору которая называется птпайтон который часто использую на лекциях она такой достаточно нестандартный подход применила а именно все значит объекты которые когда-либо показывались в сеансе имеют уникальное имя это имя забивает пространство имен текущего по умолчанию пространство имен довольно компактное у птпайтона ну фактически вот две функции только там находится у обычного питона и того меньше понятное дело вот вот это вот классическое пространство имен питона но в процессе в нем в глобальном пространстве имен птпайтона нарастают имена под под именем там подчеркивание 1 подчеркивание 2 это все значит объекты которым когда-то выводил чтобы значит не забыть они поименованы очень неудобно а может быть очень удобно я не знаю этим никогда не пользовался вот тем не менее это и другое естественно это и другое это сведения о том какие конкретные имена в данном случае определены внутри у нашего интерпретатора глобальные вот они даже могут быть просмотрены не только с помощью dir вот а и ну вот например а б равняется ну вот dir вот они эти имена а и б но и с помощью функции global вот в которой как видите информации больше тут есть и имя и его значение вот вот документация какая-то это видимо по нашему питону вот значит значение а значение бы ну и так далее а вот эти самые команды подчеркнет 2 подчеркнет 3 вот они да значит точнее объекты это глобальное пространство имен мы с ним на лекциях ни с каким ни с каким другим пространством пока что не встречались вот вот сегодня встретимся давайте начнем как бы немножко с конца а именно сразу посмотрим на то как вообще в питоне функции задаются ну вот примерно так вы говорите дев определяете идентификатор определяете в сам простом случае список параметров вот дальше что с ними делаете вот понятное дело что здесь присутствующим а также и присутствующим у нас в чатике по большей части все понятно что здесь написано да вот эта штука называется на теории логатонических языков формальными параметрами то есть это такие имена которым при вызове функции присваиваться определенные то есть которые при вызове функции именуют определенные значения да вот когда мы входим функцию фон имя а указывает на объект 1 2 3 имя b на объект 3 2 4 заводится имя c которая будет указывать на сумму этих двух объектов дальше к нему еще единичка прибавляется и вот это все возвращаемое значение возвращаемое значение функции может быть естественно тоже связано вот то есть ну вот абсолютно логично и абсолютно так сказать ожидаемое поведение от того что в из как программирование заются функциями еще иногда называется под программами но тут уж кто-то тут уж у кого как вот сразу скажу что вот этих ретернов может быть сколько угодно в вашем коде просто если они написаны подряд то наверное наверное вот это вот сто пятьсот сто шестьсот вы никогда не получите точнее эта строчка никогда не выполнится потому что перед ней выполнится вот это но понятное дело что вы можете там можете сделать вот так вот и тогда все будет хорошо да вот пожалуйста два ретернов коде выполняется то один то другой ой вот собственно в теории вот эта штука называется вот этот блок называется формальными параметрами это имена которые будут связаны наши фактические параметры фактические параметры это собственно объект которые будут переданы в нашу функцию fun в момент ее вызова вот обратите внимание на то что в стандартном питоне вообще никаких проверок на никаких проверок на типы этих параметров не происходит вот давайте сейчас определим функцию какую вот такую вот и здесь что-нибудь такое затвернется вот фактически главное отличие питоновской функции от функций в других языках программирования в том что это вообще не функция функция что такое это некое значит преобразование объектов одного типа в объект другого типа возможно того же самого до сделаны по определенному алгоритму вот словосочетание объекты такого-то там типа из этого определения можно выбросить и сказать что в питоне функция это именованный алгоритм потому что мы можем написать вот так мы можем написать вот так понятно да совершенно неважно какого типа ваши параметры если к ним применимы те операции которую вы описали в вашем алгоритме значит он будет работать вот более того если они не применимы вы об этом узнаете только в момент когда эта операция попытается выполниться венсе вот секунду вот уйди противный значит все со строго по четким заветам интерпретируемых языков программирования с динамической типизации напоминаю что писать все в питоне конечно же строго иначе нам бы вот это вот никто не сказал вот если бы мы программировали на прошу прощения php нам бы кого нибудь из этих параметров в какую-нибудь сторону преобразовали скорее всего а строку в число об этом нам не сказали она бы значит заработала ну вот в питоне конечно такого не происходит вот но типизация динамическая никаких типов имен мы не указывали вот у нас будет отдельная лекция про строгую типизацию в питоне в цикле расширенном цикле для магистров но не естественно можно всем приходить там будет интересно итак функция в питоне это именованный алгоритм кстати сказать что будет если функции вообще не будет return ну просто просто чтобы чтобы знать во первых мы ее вызываем и ничего не происходит ничего не происходит но мы знаем что такое ничего не происходит это значит что возвращаемый объект оказался но давайте это проверим вот то есть в действительности если вы ваш код внутри вашей функции наступил на такое место где пора из функции возвращаться а ретерна нету то на самом деле его выполняется ретерну вот и вся по умолчанию такие дела вот это вот неявная динамическая строгая типизация имеет в народе название duck typing окажется его уже говорил на первой лекции утина и типизация duck typing почему так ну потому что если что-то если вы считаете если для вашего для решения вашей задачи нужно чтобы утка плавала и крякала то вообще любая сущность который плавает и крякает является уткой вне зависимости от того что она умеет делать еще поскольку этим не пользуюсь можете она там умеет ядовитый дым пускать но это все равно утка потому что он плавает и крякнет вот плавает и крякнет на сложение и умножение на число если поддерживается то все всем всем хорошо вот что такое вызов функции вызов функции это собственно вход в ее тело в блок исполняемый внутри за счет заданный нами функции с определением какого-то количества локальных имен давайте могут обмажем вот эту функцию такими вот здесь напишем print locals и здесь pink locals вот здесь мы впервые встречаемся с тем что функция locals работает не так же как global вот когда мы работаем в самом интерпретаторе лога локался глобус это одно и то же вообще а вот здесь вот нет в момент когда мы вошли функцию прямо вот тут в локальном пространстве имен лежит только два имени и это собственно соответствие формальных параметров фактически имена которые указаны вот здесь связывают объект который указан при вызове вот этот контекст вызова это и есть локальное пространство имен с которым мы работаем в тот момент когда мы определяем еще одно имя она появляется в этом локальном пространстве имен с и zz да вот вот ровно так это все и работает что случается с переменными a b и c в момент выхода из функций fun поскольку они принадлежали локального пространства имен соответствующему вызову функции а из вызова функции вы вышли они уничтожаются никакого c нету а а и b если они есть это глобальный а и b которые определены вот здесь где тут вот b и а вот они вовсе не те а и b которые как которые были определены вот здесь возникает вопрос о правиле видимости имен но он абсолютно традиционная для классических процедурных языков программирования у нас есть фактически две области видимости в питоне их чуть больше но об этом позже вот две области видимости это глобальная и локальная и сначала поиск происходит в локальный в локальном пространстве имен то есть локал вот здесь и и если мы хотим а то она найдется вот тут а если соответствующее имя в локальном пространстве не найдено вот тогда но ищется в глобальном допустим мы можем написать е равняется раз два три здесь написать в определении функции плюс е вот и вот это е поскольку она полностью отсутствует его упоминание отсутствует в описании функции фон будет в конце концов взята глобальным давайте попробуем это вот пожалуйста е было глобальным все очень просто огромный так как вы учили в других языках программирования пока что вопросов вроде как не должно быть вроде как нет однако есть некий неприятный момент в этом всем рассуждении неприятный момент состоит в следующем если окей мы договорились что переменная цель в смысле имя c у нас локальное почему потому что мы им пользуемся в нашем потому что мы его определяем в нашем козе да вот тут написано c равно а вот е равно не написано и поэтому она глобальная c равно написанной поэтому она лока это все очень хорошо вопрос в другом вот в этом месте когда локус у нас состоит из имен а и б имя c будущее является локальным или глобальным ну реально вот если напишу вот так принц ци чем будет ваше предположение глобальное а потом она сама привык переключается в локальный вот здесь или же это присваивание внезапно произойдет в глобальный просто по факту того что мы его упомянули раньше чем она возникла со в левой части связывание сложно правильный ответ переменная будет квалифицирована как мы имя будет в кофе цена как локальные но еще не не связали не связавшие ничего то есть питон проделает некоторую синтаксическую работу мы все равно переводить этот код в байт код ему все равно анализировать синтаксический анализ происходит до того как происходит интерпретация так вот на уровне синтаксического анализа питон принимает решение о том что поскольку это имя встречалось в операции связывания в левой части это имя локальное после чего он принимает решение уже интерпретируя когда вы вызываете эту функцию выясняется что вот даже если бы было глобальное все равно не так не работает потому что мы уже решили что ими локально тут меня спрашивает наш не первый раз уже видимо постоянный слушатель ричард получается что по компилятор много проходный я не знаю скольки проходный там синтаксический анализатор но очевидно что прохода прохода в нашем интерпретаторе два первое это разбор синтаксического разбор исходного кода построения синтаксического дерева и превращение его в байт код питона и это происходит в момент чтения да вот в момент когда мы задали эту функцию до ее синтаксический парсер попарсил и вот обнаружил такую штуку не так не так не такую штуку ее синтаксический парсер попарсил и обнаружил что что имя c локальное завелся соответствующую структуру данных для локальное имя c успокоился да синтаксически это определение верно синтаксический парсер тут все сделал он функцию определил код для нее мы у нас будет кстати опять-таки на дополнительной части которая магистерская разговор про байт код питоновский про то как у него смотреть и так далее определил соответствующую функцию вот а вот при выполнении произошла как бы второй проход уж не знаю второй или не второй но вот мы попытались выполнить этот код и выяснилось что значение у имени c в данный момент просто нет такие дела это казалось бы сложное правило на самом деле все сильно упрощает да мы всегда точно знаем у нас переменная локальная или глобальная нужно ее интересует не нужно если вы хотите использовать глобальную переменную так и пишите дун не дуна фун вот пожалуйста все хорошо глобально c было использовано чё а глобальная же c было переопределено сами того хотели побочный эффект вот то самое что значит они клаус вирт запрещал в функциях разрешал только в процедуру на время освоения вами вот всей этой мудрости с областями видимости и в дальнейшем еще рекурсии могу порекомендовать вот такой ресурс он когда-то был свободный у нее есть исходный код но в общем потом они решили немножко мы не все монетизироваться и исходный код вот этой штуки уже кажется недоступен вот но тем не менее довольно удобный ресурс сейчас попробую попробую показать почему он удобный для того как посмотреть как посмотреть значит вот это вот создание и удаление объектов имен вернее в разных областях видимости вот сразу скажу что когда в этот код редактируете надо выставить крыжик вот здесь вот рендер ол отжиг он дахит вас чтобы не случилось так что вас это вот все вводила в обман и говорил что некоторые объекты в питоне это дескриптор и реальный объект в памяти а некоторые то прям там условно целое число нет все объекты в питоне дескрипторы и объект в памяти ну вот значит вот давайте посмотрим как это работает бац первый шаг определение функции функция распарсилась имя фун появилась в глобальном на имспейсе ссылается собственно объект с кодом под названием фуна б бац множественное связывание в глобальном на спейс появилось еще два имени ссылается на два объекта бац произошел вызов фактический вызов функции фон с фактическими параметрами c и d которые суть 12 и 14 и 24 вот и при входе в функцию фу формальные параметры а и б их пришлось завести внутри собственно а пространство имен соответствующую контексту вызов функции фон вот вот они ссылаются на те же самые на те же самые объекты тут все в порядке бац у нас в локальном пространстве имен появилось еще одно имя c вот это имя ссылается на объект который мы только что вычислили здесь отдельно было был заведен такое место в памяти под названием return value которую собственно соответствует возвращаемому значению функции зачем оно нужно за тем что все остальные участники нашего пространства имен а б и ц сейчас удаляться эти имена больше не существуют объект должен быть чем связан потому что он должен вернуться и служить параметром функции print ну собственно так и произошло все вот вот такой инструмент я бы сказал ну некоторые отладки но это скорее не отладка это визуализация появление исчезания и как бы удаление объектов их имен из памяти не более того вот ну в общем дальше больше мы с этим правда уже встречались но хочу напомнить что наши функции смотрите вот если я сделаю вот так вот питон скажет ты пытался вызвать функцию только параметры неправильно указал тут их две штуки должны быть обязательно а если что вот так вот питон скажет эту функции поэтому имени доступна функция вот круглые скобки это вызов функция без круглые скобки просто этот объект ну как вы как это было сказано самом начале в питоне вообще все является объектами даже тип объектов является объектом помните такую историю это им на самом деле он даже так работает потому что это вообще тот же самый объект что и int вот ну ладно было отступление возвращаясь к функции да эта функция вот удивительно значит и это значит что функция может быть именно функция как объект может быть параметром который вы передаете другой функции почему нет то вот пожалуйста значит вот у нас есть функция не знаю функции есть такая а она двух параметров ну хорошо кого бы туда передать хорошо дать сами напишем функцию вот вот этот аддер у него первый параметр значит функция наша второй параметр какая-то какой-то какое-то значение вот давайте посмотрим что он должен вывести 200 сколько там 68 плюс 1 и плюс 1 204 70 вот только не 200 4 68 все так вот как всегда в питоне ничего такого таинственного ничего не 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 как это не читаемого напрямую в этом контент просто нет мы передали объект этот объект вызываемый мы его вызвали там внутри он вернул возвращаемое значение мы его используем все вот вот и вот и вот и вся 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 это самое то есть какие-то такие высокие слова о том что вы можете передать функцию в качестве параметра смотрите какая удивительная ситуация ничего подобного ничего удивительного передали объект он оказался вызываемым вызвали его все если вы передаете сюда невызываемый объект то работать не будет конечно же вам прям так и сказали этот объект невызываемый из нот колобу не помню говорил я или нет или нужно говорить сегодня или нет но вообще то есть даже такая функция которая определяет является ли объект колобу то есть можно ли к нему приписать круглые скомочки и вызвать его кстати сказать какой-нибудь int разумеется колобу ну потому что мы же можем написать вот так вот нет так так можем только работать не будет вот так вот да мы даже можем написать вот так вот он нам вернет 0 так что int вполне себе колобу хотя он и не функция а он кажется тип но об этом мы говорим чуть позже да он тип когда мы говорить про объектную модель в питоне про типы про вот это вот все колобу был это такая такое свойство объекта быть колобу в смысле вызываем все функции колбу заодно значит вот заодно заодно можно например вспомнить что были такие замечательные функцию по метод сорте от у последовательности и функции время этот сорт у последовательности функции сорте вот эти функции сорте им в качестве параметра можно перед передать так называемый ключ смотрите вот у нас есть мы не знаю лист от рейндж вот мы не знаю 20 да если вы просто отсортировать сердит сортит вот то он просто отсортируется но вы можете сами определить функцию сравнения ну например дев кей от а или turn а процент 3 до а процент 3 вот точнее это не функция сравнения а функция ключа и сортил и сказать чтобы сортировка происходила по сравнению ключей о значит в начале у нас что там остаток отделения на 3 равен 2 потом единицы потом нулю почему а потому что реверс true конечно в во втором питоне вместо функции ки была функция cmp такая волшебная функция который возвращает 0 если элементы равны единицу если 1 больше 2 и минус единицу если 2 больше 1 функции cmp есть некоторая проблема ее можно определить таким образом что ваше сравнение будет нетранзитивно и и сортировка зациклится навсегда и сожрет всю память или значит будет не сортирована ну короче говоря функция сравнения надо проверять транзитивно на или нет а если вы определили ключ для вашего элемента то дальше они с трензитивно сравниваются обычным обычной операции сравнение питомск хотя есть конечно вы как мы потом будем говорить когда значит займемся объектной моделью вы можете сами определить все эти функции сравнений там больше меньше то есть можно возвращать такой ключ для которого вы сами определите функцию сравнения там уж как хотите так и вывихивайте мозги питона если хотите вот что мне здесь важно что в этом в этой конструкции вы передали в качестве параметра функцию и эта функция была применена ну в данном случае для сортировки то же самое относится и к максу и минимуму кстати да макс вот окей ну вот чего там и ключ ключ вот ну хорошо мин 1 естественно вот почему 2 является максимальным просто потому что она первое в списке с максимальным значением да это не этот максимум он максимум остатка отделения он еще и устойчивый кстати хочу сказать что в питоне классическая сортировка которая сортит она устойчивая то есть мы можем на это рассчитывать если мы определили ключ то для элементов которые друг другу равны по этому ключу порядок сохраняется передача параметра передачи функции в качестве параметра такие дела вот прежде чем идти дальше дать еще про лямду поговорим значит помните у нас были оператора цикла а были списковые сборки такая циклическое выражение у нас были условные оператора было было тернарное условно операцию вот вот в принципе если вам по быстренькому надо произвести на свет функцию то вы можете ее вообще не с помощью дев а руку ручками задать вот так вот смотрите кей равняется а дальше прямо написать выражение функцию она начинается ключевого слова лямда вот ну а здесь написать но не знаю все тоже процент 5 вот что при этом произошло была определена новая функция то есть объект типа функция ну давайте здесь напишем фуфу и равняется все то же самое этот объект типа функция от одного параметра и возвращает вот такую формула этим параметром что в общем очевидно достоинство вот такого такого синтаксиса стоит в том что у вас в пространстве имен вообще не залипает в глобальном пространстве имен не залипает вот это имя нужны для того чтобы на скорую руку соорудить функцию который будет остаток отделения на 5 возвращать ему просто нету в текущем пространстве имен она будет локально там внутри функции сортиц существовать а потом это имя уберется потому что больше никому не нужно вы можете даже делать такие списки функций до из лямбд вот например классический интерпретатор какого-нибудь простого конечного автомата как раз в том и состоит что у вас есть такие входная пара символ состояния и выходная значит какую функцию применить и эта функция вот может быть уложена в такие таблицы а дальше вы просто получаете символ состояния берете ходите в таблицу забираете там эту функцию применяете эту функцию к символ получаете новый символ приходится ну и тогда вот лямбда вот в чем разница между вот такого и и вот такого и вот такого вот между таким а и вот таким определением разница стоит в том что питон запоминает какого было в девичестве имеют в этой функции это нужно там для разных мелких тонкостей в принципе как вы понимаете функциональность абсолютно одинаково этих двух объектов но даже если вы переименуете и скажете что нибудь типа д д д д равняется фу фу фы он все равно будет помнить что в девичестве звали фу фу фы даже если удалите соответствующее имя естественно ничего не изменится пока рифкаунт не нулевой поэтому ну вот вот такие дела лямбда функции до случае лямбда он будет говорить это было лямбда она никак не называлась именно поэтому кстати такие продвинутые синтакс-чекеры говорят не используйте лямбду там где вот можно было нормальную функцию написать вот если вы где-то передали пожалуйста но писать что-то типа такого вот 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 это в общем у то почему вам не написать дев раз уж вы задействовали в пространстве имен соответствующими вот идем дальше значит что мы можем делать с функциями это кстати уже знаем мы это видели в домашних заданиях в подсказках домашний за не так далее функции могут быть с переменным количеством параметров вы можете написать буквально следующее дев фунт от а б ц вот чё а а вот но на самом деле вы можете написать так вы можете передать любую последовательность в качестве позиционных параметров вашей функции сказать распакую и я даже больше то скажу да значит если размер последовательности неправильный вам про это расскажут ваша функция может принимает только вы так ее описали принимает только три параметра вы передали 4 вы чего делаете вот а так то в принципе может написать даже вот так почему нет если мне не изменяет память и вот так вы тоже можете написать вот ну то есть если в результате распаковки а также подстановки позиционных параметров их количество сравнялось с тем который может принимать функции окей вот всем хорошо все 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 передано я вам даже больше скажу если вы думаете что вот такая конструкция тяжелая что вот у нас есть сначала список потом этот список распаковывается потом еще что-то то это не совсем правда дело в том что эти параметры и так передаются внутри внутри в голове питона в виде тюпля так что если вы написали значит что-то про тюпль то он будет передаваться в виде тюпля вот вот если вы сюда распаковку вставили да это тогда другое дело вот значит особенно эта штука эффективно даже не в этом случае потому что распаковывать все равно надо а в случае когда ну конечно вот меня спрашивает работает распаковка множественного присваивания она там работает как раз мы же это видели на первой лекции именно множественное присваивание распаковка работает как не как есть вот да особенно вот эта эффективность того что у нас на самом деле позиционные параметры передаются в виде тюпля работают в обратном случае вы можете написать функцию с произвольным количеством параметров вот как это выглядит да вот так то выглядит у вас вот сюда в имя аркс при приезжает тюпль с вашими параметрами все вот причем их может быть какое угодно количество включая 0 пустой тюпль вот вы можете частично сказать вот этот параметр обязательно остальные необязательные да бога ради тогда у вас будет выглядеть вот так вот так писать нельзя у вас есть один обязательный параметр а вот так писать можно и вот так писать можно вот это что касается запаковки и распаковки туда и обратно все это все это работает вполне в обе стороны вот вы даже можете если очень хотите написать что-то типа так тоже будет работать потому что помните мы такой перемен такой список определяли вот ну вот все это относительно недорого да тут была интересная тема такая последовательность в операции распаковки может быть любая мы помним что строка это последовательность строк мы об этом еще будем отдельно говорить потому что это мелкое извращение такое питоновское очень удобное вот но в любом случае так оно работает тоже разумеется почему бы нет другое дело что приезжает вам все равно тюпль именно тюпль кортеж приезжает ну вот распакованных параметров еще пара разговоров и мы приближаемся к теме которая нам еще до конца не доступна потому что структурой данных для хранения именовых параметров являются словари а словари у нас еще не было но поскольку мы разговариваем про функции мы можем на самом деле значит написать буквально следующее и с точки зрения функции это будет норм как вот это синтаксис питона который чуть ли не с первого питона всегда такой был в нем вот в этом синтаксе смешивается понятие именной параметр и значение параметров по умолчанию смотрите если мы напишем фун от 5 6 7 8 все то фактически у нас получится что у нас было 4 позиционных параметров 4 позиционных параметров мы передаем если мы какой-то из этих параметров не укажем тогда возьмется значение по умолчанию для этого параметра вот-вот а этот параметр обязательный у него нет значения по умолчанию вот но одновременно эти же параметры являются с точки зрения синтаксического анализатора питона еще и именными мы можем написать вот так при вызове кстати эти конструкции мы много раз пользовались помните в принте сепаратор div вот сорт этот киеву вот это все конструкции вот они это на самом деле задание именных параметров вот смотрите какая история значит здесь имя д сыграло роль именно именного параметра потому что это не второй параметр в позиции а 4 то есть одновременно могут быть и позиционными именно и именными когда на питоне начали писать вот такие страшные фреймворки в которых был по сто пятьсот параметров конечно он пользователю которому надо высчитывать где за и заканчиваются позиционный а где начинаются именными стал сложно вот и тогда придумали более продвинутый синтаксис вот тут вот вот тут вот значит полное описание этого безобразия вот-вот полный вид описания функции ну такой не хилы там вот с этим вот с этим вот с этим и так далее вот все это мы сейчас рассматривать не будем потому что повторяю именные параметры передаются виде словаря словаре у нас еще не было вот но как отделять чисто позиционные параметры от позиционно именных я покажу собственно вот давайте мы сейчас вот сюда вот встроим вот такую штуку вот значит для начала посмотрим как это работает так работает так работает так тоже работает потому что с этой стороны стоят параметры позиционно именные а вот так вот не работает до вот этого разделителя стоят чисто позиционный параметр просто у них есть значение по умолчанию вот соответственно если вы хотите здесь чисто именные параметр там еще ставится запятая звездочка вот здесь вот запятая звездочка и вот тут уже вот н равно там не знаю куку да здесь вы не сможете его в качестве позиционного никак указать фан вот так работает так работает а вот здесь вы уже не можете сделать так ваш он говорит позиционных параметров может быть максимум 4 вот а 5 нет а как это работает ну вот так это работает только только именно вот вот это кстати полная спецификация я обещал что не буду про нее рассказывать но все-таки рассказывал вот позиционные именные параметры позиционный параметр передаются в виде тепля значит позиционные именные но они формируют все равно тепль позиционные именные значит время и параметры виде словаря про которым ничего пока не знаю еще одна важная в одно важное свойство питаниях функций а на самом деле не только функция любых колбах колбал объектов и вообще любых объектов кроме клан ту кроме простых классов например модулей это их самодокументируемость смотрите если у вас в функции встречается встречается строка которые ничему ник ни к чему не присвоены подвешены то это строка считается строкой документации функций ну для начала посмотрим как это работает но как-то работает мы уже примерно знаем вот куда эта строка попадает она попадает в специальное поле нашей нашего фона который называется док точнее бла-бла док бла-бла ух как тут много интересных полей функции смотрите мы думали такая простая штука ничего подобного ну кстати вот тут есть всякий к вы дефолт и это вот 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 это вот они как раз дефолт и в общем это ровно то да вот метр мне подсказывает что это поле называется док бла-бла вот она давайте посмотрим это фунда был фун док бла-бла док бла-бла вот она возможно многие из нас привыкли видеть это то же самое так помните я говорил что в командной строке питона можно хелп посмотреть любого объекта вот только что мы написали хелп к этому объекту вот таки дела наличие самой документируемости это на самом деле великая совершенно фич для разработчиков потому что вообще вся документация по питону за исключением учебников так написано смотрите сейчас у нас есть ну тут прям дофига всего да какой-нибудь ну конечно это питон 3 в папа в поле под названием бла-бла док-бла-бла да подчеркнет док-блату два подчеркнение вот смотрите тут вот и все вот такие дела похоже это я в следующий раз когда мы будем про модуль ей мы еще раз вспомним про самую документируемость и вы увидите всю мощь всего этого безобразия вот мы напишем модуль за документируем его и нам инструмент покажет всю документацию по нашему моду вот прям вот выковыренную это очень удобная штука вот а пока двинемся дальше потому что напоминаю что у нас плотность довольно большая нет ли возможности делать макрос вас фактические параметры вычислялись бы не перед в процессе работы но его вам в руки дорогой ричард хендрикс его как раз этим занимается но в принципе никаких макс питоне нету и это очень сложно реализовать как вы реализуете макрос в в интерпретаторе у него же динамическая семантика это довольно сложно 2 хотя нет наверное без разницы интерпетатором или нет кстати у нас в курсе парадигмы программирования в конце семестра последняя лекция парадигмы программирования будет как раз про макросы вот про а такую парадигму который называется макро постановка так что ну там питона не будет рекурсия следующая тема когда которая возникает при разговоре о языках программирования это как них работает рекурсии на гвид как-то наехали и сказали дорогой гвида это был 2009 год отчета у тебя в твоем питоне нету тэйл река шин вот все модные языки программирования поддерживают хвостовую рекурсию а ты не поддерживаешь хвостовая рекурсия если кто не знает эта ситуация вот у этой самой у кафедра я сейчас как раз должны быть всякие функциональные языки программирования вот какая-нибудь схема или какой-нибудь closure значит хвостовая рекурсия эта ситуация когда функция вызывает сама себя но штука рекурсия все здесь знают да это функция который вызывает функцию который вызывает функцию и в конце концов вызывает сама себя опять и так до тех пор пока не надоест и соответствующий над этим парадигма программирования там базис рекурсии и вариант рекурсии вот это вся фигня значит хвостовая рекурсия ситуация когда у нас нет необходимости мы плодить вложенные пространство имен при вызове вот в питоне давайте мы это прям сразу посмотрим если мы пишем рекурсивную функцию вот если мы пишем рекурсивную функцию простейшая она выглядит следующим образом вот мы определили функцию fun давайте подвину это вот мы ее вызвали в ней есть пространство имен в котором есть переменная а вот мы вызвали в ней есть пространство имен в которой еще есть переменная вот мы вызвали в ней есть пространство им который еще есть переменная когда же это безобразие закончится когда мы наткнемся на базе рекурсии вот он базис рекурсии рекурсивный вызов происходит только в случае если а больше 0 0 значит на следующем этапе а равно минус единицы и и соответственно мы упираемся в базис вот он этот базис возвращаем единицу бум вернули единицу сложили вернули сложили вернули сложили вернули вывели такой способ посчитать умножение на 2 что неважно значит итак мы видели с вами что в питоне вызов рекурсивный это всегда организация еще одно пространство имен в котором вы за счет хранятся вот изменяемые значения то что называется забыл связанные переменные вашей курсе да и свободно связанные связанные перемены вашей курс вот награды наехали сла со словами а где же у тебя тэйл рекуршин тэйл рекуршин это такой способ такой способ вызвать функцию чтобы не плодить эти вложенные пространство имен при каком случае нам не нужно плодить вложенные пространство имен когда после рекурсивного вызова мы больше не обращаемся к предыдущем значении вот здесь мы вообще-то могли бы написать просто прибавлять а минус 1 до тех пор пока они будет меньше 0 нам еще раз вот к этому исходному а сходить не надо будет мы прибавили к нему защит 3 плюс результат и все если мы попытаемся преобразовать вот эту конкретную функцию в цикл будет очень тупой цикл минус 2 плюс 1 в цикле вот точно так же работают работу работают анализаторы функционального кода который определяет что рекурсиях хвостовая точнее говоря гидом ответил вот если почитать но для начала нет такой темы хвостовая рекурсия что-то вы значит дорогие знатоки этого самого дорогие знатоки и функционального программирования облажались есть термин тэйл колл хвостовой вызов хвостовой вызов это как раз та самая ситуация что мы вызываем и вызываем в коде нашей программы сразу в ретерне это значит что мы никогда больше не работаем в текущем в текущей на имспейсе с его содержимым вообще никогда а это значит что можем смело менять текущий бесплатно следующий и не париться вот а во вторых сказал гвида знаете что от того в каком месте и в каким с каким именно выражением у вас используется return будет зависеть сложность работы вашей функции нет я такой язык программирования писать не хочу ну реально добавили одну строчку в код функции и она все стало значит вот раньше она не наращивала в стеки вложенные вложенные на имспейсе а теперь наращивает это плохая идея сказал грида не буду так делать тем более что есть довольно достаточно неплохой пример пример спрашивают не изучали еще декораторы нет не изучали декораторы это наш постоянный слушатель он уже не первый год с нами он знает что такое декоратором их еще не изучали вот такие дела за счет хвостовой рекурсии нету поэтому максимальная глубина рекурсии в питоне ограничены тысячи вызовов причем какие-то из этих вызовов за вас уже сделали там допустим вот тот же pt python уже там вызвал pt python рано еще что почему так потому что рекурсия это с точки зрения процедурного языка программирования довольно тяжелый механизм надо создать целый нам space напихать туда объекты да потом вы надо удалять при выходе вот и критерий использования рекурсии в вашей программе очень простой если у вас есть n входных данных и ваша рекурсия при решении этой задачи будет глубиной n ну или линейной функции от n то вы написали цикл не пишите рекурсию вычислительные вернее это самое мощность того множества глубина мощность глубины рекурсивных вызовов должна быть меньше чем n ну например логарифмической типичные случаи это логарифм от вот если вы написали такой рекурсивный алгоритм у которого глубина рекурсии это логарифм от объема исходных данных это хорошая годный рекурсии так что 1000 вы понимаете до 1000 это много 2 в тысячной степени это весьма прилично большое число есть языки в которых строчку вы сказали да конечно смотрите вы пишете некий код и ваш интерпретатор или компилятор определяет концевой вызов первый же оптимизатор который увидит что вызов концевой вообще не будет делать никакого вызова а развернуто вовсе в линейку в одном пространстве имен вы вставили туда после концевого вызова прибавить единичку потом return сделать уже нельзя потому что вам нужно сохранить предыдущий контекст прибавить единичку к результату вызов все пошел пошел пошла губна вот такие дела так еще одна тема на которую я вообще мечтаю сделать совершенно отдельную большую лекцию вот но поскольку это лекция по программированию они по питону в наш курс она входить не будет это замещение рекурсии стека а значит поскольку мы уже решили что рекурсия этому такое тяжелое наверное можно придумать да но мы решили а вообще-то мы знаем что в языках программирования типа лиспа лога и вот всякой такой функциональщины наоборот циклов нет есть только рекурсия значит это вообще-то какие-то эквивалентные операции значит мы можем любой рекурсивный алгоритм превратить в циклический с одним важным замечанием когда мы в нашей рекурсии плодим вот эти вызовы эти вызовы выступают в роли смотрите такого динамического сказать списка а реально списка пространств имен с разными значениями одно и то же а соответствует разным значениям то есть главная фишка рекурсии что от нас вот этот вот список пространств имен просто скрыт мы всегда работаем как конкретным контекстом рекурсивного соответственно когда мы пытаемся заменить рекурсию циклом кто-то должен за нас вот эти самые рекурсивные вот эти самые контексты хранить вот вот пример к сожалению мне кажется у нас не хватит времени его прям вот прям значит пощупать и написать в онлайне поэтому давайте ну просто посмотрим пример довольно тупого решения дон тупого решения задача есть ли среди последовательность и последности чисел секунд такие что в сумме дают с числа натуральные ну потому что если они бывают отрицательны то там надо все все свои варианты своему провести оптан только растет вот из того что чисто натуральный мы можем написать очень такой довольно короткий рекурсивный алгоритм который буквально след следующем вот у нас есть эту с вот у нас есть эта последовательность, и вот у нас есть накопленные слагаемые в результате, пока их нет. Дальше мы проверяем, если их сумма равно s, все, результат достигнут, именно эти слагаемые являются ответом на вопрос, нам не нужны все, нам нужен один. Если это не так, тогда мы берем и по каждому из элементов нашей последовательности проверяем, а можно ли найти такие слагаемые от следующего, ну мы этот элемент берем как слагаемые и проверяем, можно ли из оставшегося хвоста и пополненного результата найти такой набор вот этих слагаемых, чтобы в сумме все равно дался s. Если да, значит возвращаем, что мы нашли ответ, если нет, то нет. Все. Значит, здесь немножко повторяю, немножко такой странноватый алгоритм, я его специально таким написал, я в воскресенье пытался переписать на более очевидный, более, так сказать, правильный алгоритм рекурсивного решения задачи, но у меня получилось больше и непонятнее. А здесь, в общем, ну что тут, ну вот, да, если мы уже нашли ответ, это ответ, если нет, то мы просто проверяем, можно ли такой ответ составить из каждого из элементов и хвостика нашей последовательности. Все. В чем идея вообще замещения рекурсии стеком? Только идея. Мы анализируем наш рекурсивный алгоритм на предмет того, какие части в нем изменяемые, какие нет. Неизменяемая часть это сумма. Каждый раз мы передаем вот эту s одну и ту же из контекста и на вот этом графике тут бы вот эти стрелочки все в одно и то же место ссылались. А изменяемые части это генерированная нами последовательность, каждый раз мы берем хвост, и собранный нами ответ. Это уже имеющийся слагаемый плюс еще одно. Это часть изменяемая. Всю изменяемую часть надо хранить в стеке. Таким образом мы получаем цикл. рекурсия это цикл, который работает ровно по тому же правилу, в смысле цикл это рекурсия, а рекурсия это цикл, который работает ровно по тому же правилу, что и рекурсия, пока мы не дойдем до базиса. Вот. Но при этом хранит все изменяемые части, которые раньше хранились в контекстах вызова функции, в специальном стеке. По умолчанию, значит, там пустое количество этих самых слагаемых и число, которое мы собираемся достичь. Пока мы в этом стеке ходим, мы берем с него первое попавшееся значение, если сумма достигнута, это прям вот один в один здесь, мы ее возвращаем, а дальше мы давайте поменьше сделать, чтобы было видно. а дальше мы напихиваем в этот стек все варианты вызова, ну, то есть фактически вот этот цикл for. Единственное, что порядок перебора в этом алгоритме и в этом он разный, вот, по-хорошему надо было в обратном порядке тут их вставлять, а в остальном, как видите, совершенно эквивалентны, значит, вот эта запись, вот эта с точностью до операторов, которые мы там используем. Разница стоит только в том, что никакого рекурсивного вызова здесь не происходит, а происходит набитие нашего стека соответствующими промежуточными значениями, собственно, контекстами. А дальше на этом контексте мы работаем. Собственно, вот, да, смотрите, вот это восстановление контекста. Это вот эти, вот они. Такие дела. Хочу только сказать, что да, на самом деле, конечно, про это надо делать отдельную лекцию в первом семестре, когда вы изучаете алгоритмы, алгоритмические языки, замещение стека рекурсий, было бы очень хорошо, если бы кто-нибудь сказал, что у вас такая тема была. Не было. Это очень жалко. Но мы двигаемся дальше. Это еще не все. Значит, наиболее, пожалуй, сложная, мутненькая такая тема на сегодня это замыкание. Она же очень крутая, на самом деле, тема, которая позволяет решать, ну, сто пятьсот задач и без того сложных, чтобы еще об этом думать. Значит, функция – это объект. Его можно изготовить, например, внутри другой функции. Давайте это сделаем. функция – это функция, которую мы передаем, ну, скажем, раз, два, три. Получаем на результате функцию, которая что делает? Прибавляет раз, два, три к своему параметру. Супер! Мы можем порождать функции внутри функции, потом их туда-сюда гонять, функциональщина, как она есть. Все очень здорово, за исключением одного маленького момента. Что за num такой внутри функции fun? Откуда он берется? Смотрите. Вот мы, значит, определяем функцию fun. вот мы в нее вошли. num – это формальный параметр, который мы вот здесь указали, равен он 100, равен он раз, два, три. Вот мы определили функцию x, которая, у которой есть формальный параметр x, к этому x прибавляется num. Все. Вот мы вернули функцию fun. Вот мы вернули эту функцию fun. В этот момент, по-хорошему, имя num должно быть уничтожено, потому что оно локальное, оно входит вот в этот контекст. Внимание, вопрос. Когда мы вызовем функцию, вот эту вот сгенерированную, с чем будет складываться x? Где то пространство имен, в котором вот этот вот num, вот этот num, вот в этот момент лежит? Правильный ответ нигде, если не принять, не предпринять дополнительные действия. Давайте посмотрим. Нет, это не рекурсия. Вот. Значит, давайте посмотрим. Кажется, тут есть даже пример. Вот тупейший пример. Вот мы определим функцию. Бум. Смотрите, что сделал питентьютор. Он говорит, не буду вам удалять этот контекст, он какой-то недоудаленный. Видите, у вас есть пресловутый x-100500. Так что, когда мы сейчас вызовем функцию fun, ой, а я что нажал? Ну, короче. А, ну да. Так, стоп. Все правильно нажал. Вот. Когда мы вызовем функцию f2, вот. Вот у нее, значит. Она ссылается вон туда. Ну, вот. Значит, с точки зрения, если не смотреть в питентьютор, с точки зрения нас, с вами это еще проще. Ой, давайте еще. Давайте даже вот так сделаем. Ну, тут еще более сложно. Что? А, это конец, что ли? Да. Так. Вот мы это в 3. Видите, да? Вон они все перекрестные ссылаются, но вон тот объект, который когда-то был локальным функцией f2. f1. И никуда не делся. То есть то, что у нас в питоне вообще эта штука работает, и это какое-то, выглядит как какое-то мерзкое чудо. Да? Я говорил, что в питоне чудес не бывает. Вот они, пожалуйста, прям вовсю. Эти чудеса. Вот это самый x. Значит, это явление называется замыканием. Вот. И, например, мы можем даже вот так сделать. Смотрите. мы можем... Так, сейчас минутку. Я пытаюсь понять. А, это уже разговор про замыкание. Да. Значит, это явление называется замыканием. Давайте мы не будем в эту сторону смотреть, а давайте мы посмотрим лучше вот что-нибудь более простое. Так, один пример спрашивает, рекурсия это, это не рекурсия. Это линукс. Ну, как бы это сказать? Это, конечно, линукс, но это питон. Значит, тут пришли люди, которые не очень в теме. Аккуратнее, пожалуйста. Значит, да. Так вот, давайте посмотрим, что произошло с этим самым замыканием. Вот. Что там с этим иксом? Фун. Что? А, рез. Так. Значит, тайное знание, которое на самом деле не тайное, состоит в том, что если произошло такое замыкание нелокального имени, которое попало в ваш... которое нужно использовать из вашего namespace, оно помещается в специальное место, которое так и называется closure, замыкание. То есть вот, вот давайте попробуем. О. Во. Это некая внутренняя структура данных в питоне, которая обычному пользователю, в общем, не очень нужна. Нам, как обычным пользователям, достаточно знать, что произошло замыкание, и это имя будет доступно. Вот. Как видите, она двуслойная. То есть, это там два уровня косвенности. Да. Некое место под названием closure namespace. В этом namespace есть соответствующее имя, у него есть создающее содержимое. Вот. И такая штука формируется только в том случае, если при задании функции это замыкание произошло. Да. Например, у функционала f клоу же пустой. Да. Вот. А, кстати, да. Тут советуют сделать вот так вот. Давайте посмотрим, что получится. Мне тоже интересно. Ой. Ну, в общем, понятно, да. У нас есть пространство имен, там висит этот объект, мы его подменили, пожалуйста, вот они все эти функции будут с другим объектом работать. Вот. Вот эта штука и называется замыканием, и, прошу заметить, это некая синтаксически обоснованная конструкция. То есть, Python анализирует содержимое вот этой функции на предмет наличия в ней нелокальных имен, а имя x, оно именно нелокальное, оно неглобальное, потому что имя num, оно именно нелокальное, оно неглобальное, потому что оно есть в локальном наинспейсе вызывающей, определяющей функции, и оно нелокальное, потому что его нет в наинспейсе fun. Вот при наличии нелокального имени, использованного, оно попадает в клоужу. Вопрос. Пока вроде все понятно. Это такая синтаксически определяемая штука, если имя не такое, не сякое. Кстати, имя нелокальное можно прям самому задавать non-local. Вот. Что здесь написано? Значит, у нас есть нелокальное имя x, и мы его будем менять каждый раз. Собственно, вот примерно так же, как мы его только что поменяли вот здесь. уже. Да? Ну-ка. Я сам не понимаю, что получится. не, что-то не работает. Ну, ладно. неправильный какой-то пример, но в любом случае, а, понятно, почему неправильный пример, потому что, потому что надо было брать как в лекции. Вот. Вот как в лекции, если это будет работать. Вот. Значит, f, вот. Вот. Да? g2 равняется 5. В смысле, g2 ничего не случилось, а x при этом возвращаемое значение, x, которое мы передали раз, два, три, внезапно равняется 5. потому что оно было non-local, и мы его только что вот поправили. Вот здесь вот мы его исправили. Ну, в общем, доступ к x, как к global, только вот к этому x, к non-local, тоже можно обеспечить. Смысл в этом коде никакого. Тут всего лишь апвар, да, да, да. Тут советуют, советуют, помимо non-local, сделать еще как в TCL апвар с указанием уровня вложности из какого на имспейса, а вызов брать, нет, это уже была бы смерть на взгляде. Ну вот, non-local, не локальное имя. Значит, замыкание нас спасает в очень многих случаях, когда мы пишем довольно очевидный код, вот такой, и хотим, чтобы он работал. Да? Без дополнительного мозга, примененного к этому коду, ничего не получится. Вот. Но, если, например, давайте мы это руками сделаем, значит, сделаем так. Что там у нас без параметров? Давайте сгенерируем несколько функций, которые будут добавлять к своему аргументу, к самому операнду, одна, значит, нулевая функция будет 0, добавлять первая 1, вторая 2, третья 3, ну и так далее. Да? for inRange, ну, скажем, от 10, сетей, def adder от x, return x плюс i, да, и adders append adder, вот такая замечательная функция, если я все правильно написал. Адрес. 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 Ага, да, да, да. Ну, пальцы сами пишут слово адрес, понятное дело. Вот так. Вот. О! Вот, смотрите, множество разных функций, вот, каждая из которых, по моей мысли, должна была прибавлять вот это i к своему параметру. Ну, давайте попробуем, допустим, какую-нибудь последнюю, да, а-1. Вот, пожалуйста, прибавляет 9 к параметру. Ну, или там, а-1 должен прибавлять 1 к параметру. Потому что адрес там написано, я не знаю, видите, в append-е address.append написано. Это так и должно быть? А, так же должно быть. Это разные функции, обратите внимание, у них разные идентификаторы. Только они все прибавляют 9 к своему параметру. Вообще все. Чего не так в этом процессе? Может, найдем тот же как бы объект функции, она ссылается, и каждый раз мы меняем, поэтому все ее откроем. Дело в том, что, когда, мы это уже с вами видели, когда мы готовим namespace для этого адера, мы только говорим, вообще-то тут есть имя i, которое будет взято из оттуда, снаружи, из non-local namespace, вот. И вот когда он там появится, пожалуйста, положите вот нам сюда в замыкание, это объект, который называется i. и это происходит в тот момент, когда мы выходим из функции adder, адген, в этот момент i равняется 9, тут-то он начинает заполнять все эти самые поля, вот. потому что связывание. В питоне, вообще говоря, любое связание очень позднее, да, мы обращаемся по имени к некоторому объекту в тот момент, когда интерпретируем соответствующий код, не раньше. Мы не знаем, чему этот объект равен. вот мы смотрим вот на эту i, когда вызываем функцию вот этот adder, вот сейчас вот мы смотрим на этот i, вон туда, вот. Мы смотрим на этот, на это i, да, чему оно равно? Ну вот мы сходим в наше замыкание. В этом, давайте посмотрим, наше предположение, что во всех замыканиях всех этих объектов одно и то же, один и тот же элемент лежит. О! И это одна и та же ячейка. Очевидно, что поскольку это одна и та же ячейка, она вся, она может равна быть только одному чему. Вот, 9. произошло это потому, что решение о том, какой объект называется i, был принят в момент, когда мы, собственно, выходили из этой функции, заполняли все эти, значит, незаполненные, незаполненные пространства имен. В принципе, в принципе, наверное, можно было придумать по-другому. Можно это связано, сделать в другой момент, правда, непонятно в какой. Очевидно, это нельзя сделать в момент, когда мы вот это интерпретируем. Мы еще не знаем, что это за i такое. мы не можем вычислить, мы не можем в этот момент, когда мы определяем функцию adder, сходить за именем i. Мы там только синтактический разбор делаем. Мы это можем сделать только когда мы вызываем это дело. Вот. Но зато, возможно, то есть, вот такой эффект, да, значит, мы определяем, что вот это x и вот это является нелокальным именем. На этом основании мы говорим, надо бы запасти closure, надо запасти пространство имен. Вот. И в тот момент, когда мы выходим отсюда, мы, значит, говорим, о, а тут было замыкание, вот мы это и туда помещаем. Вот. Ух ты, пришли люди, которые спрашивают, какая тема лекции. Питончик тема лекции. Вот. Значит, ну да, в общем, это не так просто, как кажется. Значит, это мы уже посмотрели. Более того, мы можем сделать еще более интересную вещь. Мы можем написать так. Допустим, смотрите. И это будет работать, если я правильно понимаю. Хотя, к этому моменту у нас вообще никакого икса не было. Почему? Потому что позднее связывание. Давайте мы прямо напишем print fun closure closure, я сказал. Да? И здесь тоже. Print fun closure. Ну-ка. вот здесь нам немножко становится понятно внутренняя кухня, как работает логика замыкания. замыкания. х икс и икс. И не локальный. Самый простой способ сделать ее не локальный, это просто указать ее, сейчас скажу, сейчас не так. Вот и все. Что я поменял? Я ввел явно локальное имя y, которое будет каждый раз присваиваться, указывать на объект i. И в adder все closure просто исчезнут, там не нужно будет замыкания. В тот момент, когда мы генерим соответствующий adder, там будет появляться соответствующие значения. Все, это работать уже будет. Пожалуйста. Вот. Предположение, что там нет closure, его там нет. Вопросы? Сложно. А где это практически применяется? Вы только что это применяли. У вас будет 3 из 4 задач на closure. Или 2 из 4. Ну, короче, это применяется почти везде, когда вам нужно порождать функцию. Всякий раз, когда у вас есть задача сгенерировать функцию, почти наверняка вы это делаете не потому, что... Если бы вам не нужно было использовать non-locals, то эта функция могла бы просто так лежать. Правильно? Всякий раз, когда у вас появляется задача породить вызываемый объект, почти наверняка в нем залипнут какие-то, какие-то non-locals, собственно, параметризующие этот объект. Да? Такой функционал. На практике это встречается сплошь и рядом, просто, понимаете как, в традиционных языках программирования, типа Java или C++, вот это вот замыкание, это какой-то страшно высший пилотаж, который, значит, там вот обмазан какими-то библиотеками, требующие, значит, вкуривания всего этого безобразия и понимания того, как это происходит. В питоне, значит, Гвида подумал, там, кстати, не только Гвида участвовал в этом, вот, значит, и решил, что на самом деле можно сделать это абсолютно прозрачно для этого самого, для пользователя. Вот. Такое дело. Да, вот эта вот штука с поздним связыванием, которая устроена таким образом, что, вот тут это хорошо видно, да, устроена таким образом, что под соответствующее, где же это было, вот, под соответствующее имя подготавливается пространство, но заполняется она потом, вот здесь, а не вот здесь. Это следует осознать, но зато вот любые простые конструкции вроде вот таких, да, работают сами собой, которые у нас было в начале. Знаете, что еще тут кто-то мне в прошлый раз посоветовал сделать... Нет. Вот. Посоветовал написать вот так. Знаете, что будет? Ваше предположение. Все функции будут одинаковые. Не просто одинаковые, но и... Ну, просто x. Это как? Нет, они, наверное, антифактно. Да. Они не просто одинаковые, они еще и работать не будут. Сквозь это они будут просто x вращать. Там написано сходи к i, а его нету. Вот. Такие дела. Значит, поскольку до конца три минуты, во-первых, ваши вопросы. Окей. Значит, вкурите в связывание. На самом деле это до тех пор, пока вы не ударились в это позднее связывание. Это очень просто. Вот. И во-вторых, значит, есть отдельный способ оформления домашних заданий, вот, по тому, как устроена задача типа написать функцию. Задача типа написать функцию, там в тесте не входные данные, а некий тестирующий копьер. Смотрите, например. Вот вы пишете функцию, вот это ее входной тест. Вот вы пишете функцию, вот это ее входной тест. Имейте это в виду. Вы пишете функцию как надо, вы просто берете ее, включаете в большую программу, вызываете эту штуку, проверяете, что, значит, что действительно возвращают нужное значение, да, вот. Но в e-charge сдаете ток-код с функцией. К этой функции будет приписана тестирующая программа с тем тестом, который в e-charge есть, запущена, ну, да-да-да-да. Вот. К названиям файлов? Они просто конкатинируются. А, ну, то есть название файлов любое? Да-да-да-да-да-да-да. Они просто конкатинируются, там просто подписываются в начале этот вызывающий код, там вот это все. Вот. Такие дела. Не, не, не это самое, не промахнитесь, да, значит, вам нужно будет сдавать, ну, просто сходите по этой ссылке и почитайте. Вам нужно будет сдавать именно, именно функцию. Вот. Но это, собственно, все. Так. Ну что? Время, кажется, подошло к концу. Еще какие-нибудь вопросы, потому что происходило. В чате вопрос. В чате вопрос. Почему дев создает контекст? Дев не создает контекст. Контекст создает только вызов. Шутка. Давно понял, что питон функциональный язык просто имеет недостатки. Питон как функциональный язык имеет недостатки. На питоне, если вы пишете в функциональном стиле, в какой-то момент наступает такое состояние, что писать программу уже еще можно, а читать уже нельзя. Ну, он не предназначен для написания, но если очень хочешь, то можно. Но еще раз, дев не создает контекст. Дев описывает алгоритм. Контекст создает вызов. Со круглыми скобочками. Хороший вопрос, спасибо. Так, ну что, еще вопросы? Нет. Ну, тогда всем спасибо и до следующего раза. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...